всем привет это полина сегодня покажу вам тренировку на ноги и ягодицы начнем с разминки растягиваем заднюю поверхность бедра стопы поставьте вместе колени присогните поставьте стопу на пятку вы можете опустить стопу целиком на пол если чувствуете что натяжение под коленом больше чем на задней поверхности бедра удерживайте это положение на 8 секунд повторите все то же самое на другую ногу следите за тем чтобы ваш таз был стабильным далее растягиваем переднюю поверхность бедра квадрицепс согните голень назад подтяните пятку ягодицы ягодицами толкните таз вперед низ живота подтяните легко наверх и удерживайте это положение 8 секунд повторите на другую ногу приступим к растяжке внутренней поверхности бедра поставьте стопы достаточно широко переместите таз назад наклоните корпус вперед и с прямой спиной потянитесь руками к полу расслабьте и вытяните шею посмотрите в пол удерживайте это положение 8 секунд далее внутренняя поверхность бедра одной ноги таз перемещая назад согните одно колено затем второе также удерживайте эти положения по 8 10 секунд далее растягиваем ягодичные мышцы согните одну ногу подтяните колено к противоположному плечу сохраняя правильные изгибы позвоночника держите таз ровно удерживайте 8-10 секунд двигаемся дальше растягиваем икроножную мышцу сделайте шаг вперед согните колено задней пяткой прижмите себя к полу левой частью таза немного потянитесь вперед удерживайте это положение 8-10 секунд повторите то же самое на другую ногу важно сохранять правильные изгибы позвоночника тогда вы ощутите корректное натяжение в области икроножной приступаем к первому упражнению это приседание плие поставьте стопы на ширине плеч разверните носки наружу перемещая таз назад отведите колени в стороны как будто стопами разрываете землю сохраняйте правильные изгибы позвоночника и смотрите вперед в линию горизонта выполняйте это упражнение 15-20 повторений 3-4 подхода приседаниях очень важно сконцентрироваться на работе ягодичных и мышц бедра когда вы опускаетесь вниз отводите колени максимально в стороны таким образом вы активируете большую ягодичную на вставание напрягайте приводящую группу мышц это внутренняя поверхность бедра представляете как будто стопами вы хотите соединить пол если вы все делаете правильно то мышцы спины также активно включится в работу как и мышцы ног следующее упражнение ронт ногой сохраняя правильные изгибы позвоночника отведите ногу в сторону и назад верните ее в исходное положение следите за тем чтобы ваш таз был стабильным зафиксируйте руки на области таза нащупайте подвздошные гребни это две кости которые выступают в области тазобедренных суставов и следите за тем чтобы руки находились на одном и том же уровне вне зависимости от того где находится ваша нога таким образом вы обеспечите корректную работу ваших ягодичных мышц и других мышц стабилизаторов выполняйте это упражнение по 15-20 повторений 3-4 подхода концу повторения ваши ягодицы должны гореть если вдруг вы их не ощущаете то встаньте перед зеркалом и повторите это упражнение еще раз лайфхак для тех кто хочет плоский живот в каждом из этих упражнений подтягивайте нижнюю часть поперечной мышцы живота это область на ладонь ниже пупка легко наверх и держите эту зону в легком тонусе приступим к одному из самых сложных и эффективных упражнений для ягодичных мышц и мышц бедра в исходном положении отведите ногу назад до того момента пока вы можете сохранять правильные изгибы позвоночника это очень важно поскольку ваш поясничный отдел может брать на себя нагрузку в случае если в тазобедренном суставе ограничена мобильность перемещая таз назад вернитесь в исходное положение сохраняйте таз стабильным спину ровный и активируйте максимально ягодичные наравне с ягодичными также активно в работу включаются задняя поверхность бедра и передняя поверхность бедра опорной ноги следующее упражнение плечевой мост или ягодичный как многие его называют в исходном положении лягте на спину стопы поставьте на ширине таза округлите спину в грудном отделе оторвите лопатки от пола как будто качаете пресс толкните таз максимально наверх за счет ягодичных мышц и задней поверхности бедра следите за тем чтобы движение происходило только в тазобедренном суставе ваша спина остается стабильной и неподвижной зафиксируйте на 20 повторение положения таза наверху и округлите грудной отдел потянувшись пальцами к коленям удерживайте это положение 10 счетов после подхода растяните ягодичные мышцы одну ногу согните вперед вторую вытяните назад сохраняйте правильные сгибы позвоночника и держите таз ровно старайтесь не заваливаться ни вправо и не влево относительно пола удерживайте положение 8 секунд повторите на другую ногу то же самое во время растяжки мы восстанавливаем длину мышцы которая только что сокращалась чтобы подготовить ее к следующему подходу следующее упражнение сгибание стопы сохраняя правильные сгибы позвоночника поставьте стопы на ширине плеч и оторвите пятки от пола сгибая разгибая стопу сохраняйте эти положения активируя мышцы живота подтягивая их наверх ягодичные а также приводящую группу мышц напрягите квадрицепсы и удерживайте напряжение на протяжении всего подхода выполняйте 15-20 повторений в три-четыре подхода последнее упражнение в этом комплексе приседания плие с отведением бедра назад диагональ в приседаниях сохраняем все те же самые условия прямая спина таз перемещается назад колени отводятся в сторону сохраняя правильные сгибы позвоночника отведите стопу назад и вращайте ее наружу важный момент при отведении бедра назад толкните таз немного вперед за счет активации ягодичных мышц подтяните мышцы живота наверх и держите эту зону в легком тонусе на протяжении всего подхода упражнение в 15-20 повторений по 3-4 подхода а сейчас очень важная информация подпишись и поставь лайк этому видео тебе не сложно а мне приятно